Это же основы, ну посчитал бы сразу, ну что? Там уже посчитали, вопрос проверки и все. Это же основы. Ну это же банально, ну это же... 50 на 50, как обычно, шанс, утверждают эксперты. Дарт Рэд, ничего ты не пропустил? Ничего не было. Там единственное такое серьезное усложнение, что не может повториться. Все-все-все, активизировались. Я уже слышу, как кипят мозги. Кто-то взял ручку, пишет что-то на листочке, кто-то калькулятор открывает. Вот, уже получилось 13 тысяч. Не 3248, а 13 тысяч. Так, а что там? ДК все-таки, да? Не будет же, но карта опять же такая, что... Нет, нам порядок не нужен, не нужен, неважно. О-о-о, понеслась. Макс ее от 24 до 24 на 24 минус 24. 24, 23, 22, вообще похоже на правду. Но, нет, подожди, почему... Может же быть два одинаковых. Не может быть три одинаковых. 24, 24, 23. Наверное. Ну, вам виднее, друзья. Вы там наверняка придете к... Добьет час. Не, они... Показалось, что Lightning Shield добивал. Но, на самом деле, он опыт получил. В чем задача? Да все уже решили. Это 424, 23. Неверно, так не учитывая перестановки. Перестановки. Ммм, вот так вот. Гравдито неплохо вбросил. Точно кто-то уже наошибался. Ой, ну как так можно было? Я думал, что у нас в часике эксперты, прям эксперты. А оказывается, ошибаются. 2, 2, 8, 3, 2, 2 варианта пишет. Ха! Ма-ла-дец. Побежали ополченцы. Скелеты это сразу видят. ДК бежит. Очень плохой койл. Он попытался просто добить тролля. Не получается. Ополченцы работают. И все... Одного-одного футмена они преследовали. Ну, сейчас добьется руки, ничего страшного. Не, не добивает. Третий архмаг против почти первой ДК. Хараса не было... Добил только одного элементаря сейчас койлом. Да... Я статистике скажу, что вариантов много. Неплохая задача. Сдавали бы такое в школе, мой бы лучшую алгебру знал. Пишет Харконан. Было как-то турнир, где я получил Сибит или что-то. И я должен был играть против секс Тордон в одной из бутов. Это было как финальное турнир, который я играл в онлайн. И я вспомнил Эко Айл. Я получил архмаг в левел 3. И его смерть был левел 1. И умер в алтаре. Он мне всегда дает хрень. Потому что я постоянно рассказываю эту историю. Но... Это не напоминает меня сейчас. Да, это не так плохо. Но, в общем... Я думаю, что... Он получил все-таки вторую ДК. Архмаг переходит в наступление. Да, получил он все-таки второй уровень. По крайней мере, будет сейчас регенерация здоровья. Какая-никакая. Но, в целом, никакого харасса не было на Экспанде. А нам, типа, выгодно, чтобы ВФЗ, да, выиграл? Ну, так, понадежнее было для Фогича. Но пока что-то ВФЗ даже и близко ничего сделать не может. Ждет Лича. Ждет Лича. В это время Чаймика просто подрезает всех нейтралов на глазах, причем у Андеда, которые рядом есть с базой. Здесь парочка скелетов. Может быть, даже удастся им... Добили, да. Но есть магическая вышка, начинает работать по скелетам, бонусный урон. Выходит Личовка. Т2. Ну, ситуация хорошая. Да, я не могу сказать. Т2. Ну, ситуация хорошая. Да, да. Смотри на его... ...позадов. Вы, определенно, можете снять несколько позадов, которые вы должны сделать на Экспо, чтобы купить шрейдера. Так что я думаю, что это будет полезно. Угу. Угу. Как там один на ударах? Нет, не хватило удара. Ай-яй-яй. Я добил, все-таки догнал, добил. Опять же, стандарт. Вышку тут построил, вышку там построил. Есть битые футмены, которые хотелось бы подлечить, но... Надо посмотреть, что по дефенсу. Финды зашли на Экспо, посмотрели на битых футменов, но не решились залетать внутрь, потому что рядом, видимо, футы и Архмак. Можно было оттуда даже не уйти, особенно с первым Койлом. Да, он просто бегает, и все. Так бегают гульки. Угу. Угу. Они могут спокойнее танковать. Попадает Lightning Shield. В общем-то, можно юзнуть, потому что против футменов с дефенсом сейчас нет нормального урона у нас. И... Можно, можно потанковать, наверное. Да тем же лечом, если будет у нас второй Койл. Да. Мы знаем, что ждать от WFZ. Это будет Питлор-3, и он будет очень много, практически, каждый раз. Я думаю, Чемико будет хорраться с Зепплином. Но вопрос в том, что он должен идти? Он играет инфи-стайл с двум-воркшопом, где вы получаете несколько танков? Хм. Интересное позиционирование Зигуратов, как раз, наверное, против возможного дропа. Дирижабль летает, но он фейковый пока что. Да, и он сразу спиритку грейдит, видя, что Дирижабль... Почти сразу купается Дирижабль, это удивительно, конечно. То есть для того, чтобы... Футы, 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 харасит. Персональный телепорт очень не вовремя. Уже Гарга есть. Плохой залет, очень плохой залет. То есть отсюда ты уходишь только при помощи телепорта, только при помощи телепорта, уже никуда не улетишь. Гарга там доест этот Дирижабль. Ну, правда... Правда, сейчас футмены... Да, 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 абсолютно согласен. Но он не видел, когда дропался. Когда он делал персональный телепорт, он, видимо... Ну, он не заметил армию Лича, и... Да, телепорт пошел. Да, там не было второго Кайла, поэтому он не добил бы... Он даже с вторым не добивал, это было бы больше 140 хитов. Короче, задача такого... Да это отдача была просто какая-то непонятная. Он не видел, что там армия Андейдовская. Он хотел ее вернуть и думал, что больше человек убьет. И в результате... Ну да, он развел нас перед Тауруку, он развел на Гаргу. Это все была реакция на один Дирижабль. Ха-ха-ха-ха-ха. Чё-то ледокол даже сам попытался решить. Ну, у нас ГрафДи советует... Ну, в смысле оценивает выполнение работы. Верность полноту... Что-что-что-что-что-что там, все здоровые? А, про то, что был Архмаг битый. Да, нормально. Обратите внимание, что тот гораздо спокойнее вообще воспринимает происходящее. У него же нервы просто убиты, видимо. Он там не кричит, не... Может, заценить какой-то момент уже после того, как он произошел, проанализироваясь, но без каких-либо там... Без вау-эффектов. А ты что сюда пришла? Ну, бывает. Ох, еще телепортирует сюда Архмаг. И МК рядышком. На, молоток. Он уже не выйдет оттуда. Ну, МК, МК, встань, МК. Встал МК. Минус второй лич сейчас будет. На-на. Ну, правда, на этом лича много... Ну, хотя... Ну, хейтерс овочинг. Да, только говорили о том, что если в ФЗ плохо сыграет, его, как в прошлый раз, могут... могут... отчаянные китайские фанаты загнобить. И он говорит, что же ты делаешь? Хейтеры-то смотрят. Жалко, конечно, Лича. У Чая проблемы с лесом еще есть. То ли дело в том, что он только что вложился в большое количество разных вещей. Ну, если ли, там, в паладин и там грейд, на тренировку животных, там, не знаю, может, в коня, может быть, в грейд еще какой-то. И поэтому просел временно, такое бывает. Да, вроде как, инком, хороший по дереву у него. Вышел паладин минус элементаль. Должен в ФЗ доедать этих нейтралов. Странно, что он отступает так пассивненько, потому что вроде как там всего три героя. А, Лича, у нас же Лича нет, точно, я забыл. Лича нет, Рбы нет, уже желание поменьше сражаться. Пошла Арба, есть уже первые стаффы. Все прелести Т3 уже Чаймика вкушает. И при этом не торопится выходить из лимита, видимо, чувствует, что может посидеть. Хотя у ВФЗ уже 57, 59. То есть особый смысл сидеть на лимите 50, это, ну, это опасно уже. Застройка прекрасная. Видите, финды толпятся. Минус финдик. Заливка весьма странная. Да-да-да. Лисамон насчитал 3 862 комбинации. Это, кажется, похоже на то, что Граф Ди изначально писал. Продолжаются, все еще, все еще продолжаются. Если порядок не важен, то так, если порядок важен, то прям реально люди, молодцы. Стригерили вас. Класс. Ну, полезным делом занялись. 61 на 59. Ну, в целом, у ЧАИ сейчас хороший лимит, дестройеры уже пустые. Правда, и вышек маловато. Не знаю, пробьет он с этими полупустыми дестройерами эту вышку последнюю или нет. Вертолеты вроде делаются. Да-да, хорошая тема. Может быть, и стоило отнырять туда. Ну, и дестройеры разваливаются. Хотя и конь сейчас минус. 60 на 50. ВФЗ разваливается, похоже. На дестройер еще очень много лимита занимает. Сейчас можно мельча потерять из-за того, что Куэлл был поставлен. Ну, у него есть инвул. Опять же он живет. Падают финды. Это ГГ. Это ГГ в пользу Чаймика. Он отбивается здесь без особых проблем. Телепортироваться вынужден. Молоток. Ой, какой инвул. Он вынужден, он прожаловал, иначе обличь бы окочурился. Сейчас, может, попробует как-то на лимите 50 поставить догоняющую базу. Но это колоссальная передача инициативы, как обычно. И там уже все будет зависеть от разведки и исполнения Чаймика. У него будет преимущество по лимиту хорошее. Не, он не делает. Он не делает. Он будет продолжать... Он будет продолжать давить. Будет продолжать давить. Тот настаивал на том... В очередной раз настаивал на том, что надо было нырять внутрь, ставить пита в проход и там спокойно стоять. Вот между магазином и Блэксиметром хорошая тема. А, серьезно? Он их там забыл? Нет, он не... А как давно они там стоят? Не, ну сейчас точно не против Зеппелина. Ну, Дваффин, да, это как бы армия. Странно, что такое происходит у игрока высокого уровня. То есть там же, ну, ты идешь пушить по определенному таймингу. То есть ты видишь свой лимит. У тебя этот лимит перед глазами, по сути. Особенно для Андеда, у которого ты просто вычитаешь там эти 11 лимита, что у тебя там 5 околитов и 3 гульки добывают. Все, все остальное у тебя перед глазами. И не досчитаться 6 лимита, не досчитаться 2 финдов, это... Ну все, у него до сих пор 2 финда там стоят. Он не специально их там оставил. Забейте. Лич никакой. Койл юзает, сейчас минус пит будет. Да нет, Койла просто. Вот в чем проблема. Падает пит. Ох, ему этих финдов двух, конечно, китайские хейтеры припомнят. Ох, как припомнят. И он до сих пор этих финдов не вытащил. И он смотрит на лимит 48. Ну вроде нормально же, можно еще сражаться. Пустые герои давят. Без шансов. Для фанатов Фоггет плохая история. Я не говорю, что Фоггет не обыграет Чаймика. Сейчас он вспомнит. О, сейчас он увидит этих финдов, стоящих на мейне. До сих пор они там стоят, не участвуют в битве. Все, взял финдов. Или он не взял финдов, они просто начали сражаться. Жуть. А может это байт был просто? Хопа, и сразу сеточку поймали. Койл, но на нем был уже... На нем арба работала. И там лечение плохо лечит. Красиво. Мастер Пепко, добрый день, горячатик Бобры, Катаны, всем здорово. Здрасте. Про Визорос, конечно, дамажит Абомы. Абомы, в общем-то... Ну они другого типа главным образом урона носят. Особенно после того, как ему Дизис Клауд сделали. У них меньше урона, например, по сравнению с теми же самыми рыцарями чисто в ДПС, но значительно больше здоровья. Даже угрейженных рыцарей проигрывают Абомы по здоровью, правда. У них армора больше, но даже с учетом армора Абомы пожирнее получаются. А по ДПСу, да, они проигрывают рыцарям. Они проигрывают рыцарям, они проигрывают медведям, они проигрывают тауренам. И по возрастанию, скорее всего, следующим образом идет Абом, рыцарь, медведь с рыком. Мы его не рассматриваем без рыка, потому что, ну как, даже порезанный медведь, он с рыком наносит больше урона, чем конь. И, в конце концов, Туорен с Пулеврайзом. Его тоже не рассматриваем без Пулеврайза, тем более, что Пулеврайз уже наполовину у него сразу доступен, даже без дополнительного грейда. Вот, ну там уже особенности идут, соответственно, по юнитам. Абом тот же самый. Если он просто попадет в группу мало-хитпоинтовых юнитов, ну там, не знаю, Арчей, Дриад, Кастеров, неважно, если прорвется, то болезнь нанесет значительно больше урона, чем этот сам Абом. Прессы задолбаются лечиться. Дриад вообще непонятно, как лечить. У коня, наверное, особенность в том, что он ничего вообще, кроме барака, не требует. Ну, кроме барака и, там, Блэксмита. Ну, то есть, тебе не нужно после Т3 что-то еще делать, исследовать для того, чтобы их построить. У всех остальных тебе нужно дополнительное здание, кроме базового. То есть, из барака никто не выходит. Медведи, они полу-кастеры, но два грейда нужно делать. Но Медведи самые универсальные, на мой взгляд. То есть, у тебя и Рык есть, который два грейда дает, и Риджу, в которой на определенной стадии позволяет твоим героям и отбиваться на халяву, и крепиться на халяву. Вот. Ну, а Таурены — это Таурены. Самые сильные юниты. Да, еще не так давно добавили рыцарям дополнительный урон по средней броне. Нет, конечно, делает их сильнее, я думаю, чем все, кроме Тауренов, по определенным типам юнитов. Обзоров говорит, Михаил, добрый день, хорошего дня. Какое мнение о Вакари Форже, касаемо графы, очень интересное. Ха! Первый раз такой вопрос. Ну, я посмотрел, естественно, классическую графику. Играть мы будем сегодня в FIFA, естественно, в классическую графику. С точки зрения, если абстрагироваться и взять иконки, и сравнить старые иконки с новыми иконками, вот, крупными, то, естественно, новые иконки круче. Они детализованнее, они больше полигонов, там наверняка с освещением все получше и прочее. Но, когда ты камеру отдаляешь, тебе на эти... Так, Лич окружает. Тут просто 80 лимит на 50, я не знаю, что здесь комметить. Бедный, бедный ВФЗ. Ай-яй-яй. Минус ДК, сейчас напишут ГК, я уж продолжу. Да, болеет Абом, видите, тут заливает, там, стафами спасает. Все-таки чаймейка своих коней, брекеры присоединяются к битве, ВФЗ не выходит из игры. Хотя минус Лич, минус ДК, ГГ, забейте. Вот, но тема в том, что, когда камера отдаляется, тебе вообще нет никакого резона, сколько там в юнице полигонов. То есть, ты видишь, что они четче, но, по сути, это же не... Ну, ты все равно этих деталей особо не видишь. Но у Варкрафта есть определенная история. Игра все-таки, ей там, 18 лет. И люди, которые играют до сих пор или смотрят игры по варику, они товарищи опытные, со сформированными привычками. Вот. И когда им дают графику, ну, новый вид игры, которые не проработаны с точки зрения преемственности, там есть преемственности из Вова, как сообщают эксперты, но очень мало местами преемственности из Варкрафта. То есть, иногда ты не мог, особенно на ранних версиях Фри Форджа, определить, это Маутен Кинг или это Футмен. То есть, он не сильно отличался от него. Или это ополченец или Футмен, до сих пор путаются. Скелеты или Арча. То есть, они не... Ну, и опять же, всякие анимации заклинаний. То есть, Койл более-менее на себя, конечно, похож. Молоток тоже. Но есть эффекты, которые, ну, совсем не похожи на то, что было до этого. Или предметы, которые выглядят по-другому в инвентаре. Ну, тот же самый телепорт. Став тоже, видите, хумновский став, оказывается, есть у Архмага. Но он не красный, он больше там оранжевый какой-то. Телепорта не было, я бы опять тыкнул на этот синий телепорт, а не красный. Вот. И в результате, когда ты смотришь на Рефордж, и при этом долгое время до этого смотрел классический Варкрафт, ты вообще не понимаешь, что происходит, потому что у тебя за длительное время сформировалась привычка, ты уже узнаешь юнитов, ты узнаешь героев по цветам. Там, по анимациям. И это больше всего раздражает, что нет преемственности. Там, я помню, первые игры ФФА на Рефордж, я когда стартовал. И Патма делает Старфол вражеское. А я ее не вижу, просто я не вижу. Я слышу Старфол, я понимаю, что где-то здесь стоит Патма со Старфолом, вижу уже падающие звезды, но вот нет этого столпа синего, ну, сверху там такой синий-белый столб, который прямо указывает на том, что там стоит Патма и делает Старфол. Он есть, наверное, но не такой очевидный. И ты... После этого сливаешь и благодаришь Blizzard за отлично проделанную работу. Ну и в русской версии, конечно, ситуация усугубилась еще и тем, что права на локализацию принадлежат Софт Клабу, и они, видимо, решили переозвучить. Близзы решили переозвучить, а не выкупать русскую версию у Софт Клаба. Вот, переозвучили компанию так, что ее дропнул на середине. Это Тартас не о чемный. Вспомним за Долоран. До кучи вспомним, что они обещали выпустить игру в 2019 году, выпустили в начале 2020-го, и при этом ее не доделали. До сих пор в игре нет официального ладера работающего. Короче, вот это коротко мнение о Reforged'е. Ну и радует темой, что после релиза игры Blizzard выкладывают вакансию на дизайнера по интерфейсам для третьего ладкрафта. Тайминг. Просто шикарный тайминг. Они выпустили игру с задержкой, они выпустили игру сырую. Лучше бы они, на самом деле, не релизили ее, не говорили, что они ее выпустят. Лучше, чтобы они ее доделали, потому что, как бы, нам год подождать пофиг. Мы бы подождали. Нам впихнули просто недоделанную версию, убив при этом старую версию игры. Это... После этого я перестал вообще ждать обновлений. Там говорят, ремастер Warcraft 2. Ой, это у нас Diablo 2 будет. Диабло 4 тоже там готовится. Уже без энтузиазма. Но ты-то должен знать, что переозвучили не только из-за правства флавы, сколько потому, что актуализовали перевод с Вовом, и часть актеров уже не могли озвучить. А почему английскую версию не трогали, скажи мне, Хурс? Почему переозвучивалась только русская версия? Зачем они делали переозвучку? Ты-то должен знать. Мауси, привет. Ты вроде здоровались. Гравди говорит, что много отебятины в новой версии. Ну, я так детально не... Добавились герои новой миссии в компании. Какие новые миссии добавились в компании? А, там пара... Там были переделаны карты, насколько я понимаю. Некоторые. Ну, Стратхольм переделан был. Первая миссия Келя была переделана. А, потому что в русском переводе были ошибки. Гром за дирами, но тавры и прочее. Ты видел финальный синематик Фрозен Трона в Рефорде? Не-не-не-не-нет, не видел. Я не дошел. Я допройду в любом случае эту компанию. Там чего, на частей 4-5. Просто не было желания это в определенный момент делать. Там говорили, что еще синематики повставляют, да? Да там и с синематиками тоже были проблемы. Они вроде как улучшили, но какой-то там рандомный И по выправлению картинки сделал синематики еще, ну, значительно лучше, чем они ремастернули их. То есть, не знаю. Очень некачественный получился продукт. Сырой очень, очень сырой. Они его долатают, конечно, но когда Форсет... Ну, это китайский, это же к нам мало отношений имеет. Но, тем не менее, мы смотрим турнир с этой графикой просто потому, что выбора нет. Но Старкрафты нехорошо сделали, не сломали, это же работало. Там мне сказали, что были какие-то проблемы, но далеко не такие глобальные, конечно, как с Вариком. Варкрафт явно... Они проанонсировали очень рано. Проанонсировали и те люди, которые занимались разработкой. Ну, или просто разработка дала нереальные сроки реализации. Хотя это крайне странно. То есть, явно там торопили, 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 они... Ваняш, ну не скажи, ремайстер от Command & Conquer сделали очень хороший. По отзывам там прям все довольны. А там тоже вроде большая компания. Я понимаю, что лучше обобщать, что лучше как-то объяснить все одной фразой. Типа, большие компании, плохие, им пофиг на все, но... Но ты не прав. Так, давайте к игре. 1-0 Чемико в FZ. Победителя ждет Фогич. И играть они будут завтра. За выход из группы на втором месте. Гаспент говорит, что Command & Conquer сделали с любовью прям заметно. Они вроде там из старых разработчиков потянули. Дозабей говорит, гоу фу фад. Да успеем в фашечку еще поиграть. Успеем, не переживайте. Обзервер говорит, Warcraft leaves matter. Смайл, ла-ла-ла. Как тебе автозамена? Выпустили на старте игру, пишет Смайл, которая ла-ла-ла. Так что я играть не смог. Я думаю, что он специально завуалировал. Инцензурную лексику. Нет, это автозамена в андроиде, видимо. Ла-ла-ла. Третий архмаг против второго деки. Старт получше, чем в прошлый раз. Спрашиваю четвертый раз. Не веришь сообщение, ждешь Диабло, поиграешь? Так я же как раз в сообщении сказал, что после выхода ремастерда я особо от Близзов не жду. Что ремастерд второго, что четвертого. Там же в этом смысл и был. Отзывы Command & Conquer делали. Да, Лимонскай не 90% из 12 тысяч из стима статистики. Класс. Ну а на метакритике там не рушили их. У них тоже, наверное, в районе 85+. Да? Юзерскор меня интересует, конечно же. Очень много рабочих поубивали. Трех или даже четырех. Еще одного рабочего скелета сейчас доковыряет. Кажется, это уже пятый. Да, где-то так. Четыре-пять. Да, уже леса не хватает. Тот говорит, что... И задерживает появление экспанда. В прошлый раз, кстати, по таймингу было значительно все лучше. Там Хараса как такового не было. Там умер один рабочий, который достраивал магическую вышку. Параскелетов приходили. На метакритике Юзерскор 8.9 сходит со стимом. Да, да. Критиков 8.3. Круто. Круто. Мне рекомендовали перепройти Command & Conquer. Потому что... Ну, потому что, во-первых, оценки хорошие. Во-вторых, в Command & Conquer мы играли, правда, не по сети, но компанию проходили. Когда она вышла, у нас... Не было возможности по сети играть. Она была там на дисках, эта игра, и один компьютер всего лишь был. Это же первый Command & Conquer, правильно? Класс, хорошая игра. Синематика там классная с актерами профессиональными. Хочет третий уровень получить сейчас ДК. Ой, Архмак так криво вообще добивал, вы видели? Он даже немножко помог Финдам добить этого несчастного. А первый и первый Red Alert. О, Red Alert вообще... Моя любимая стратегия на то время. Ну, там был второй варик. В это же время, приблизительно, да? Чуть пораньше, наверное. Red Alert прям... Класс. Я там компов мочил с настройками, там же... Скирмидж-мод. Он, кажется, скирмидж, да, назывался? В сетевой игре... Ну, не в сетевой, а сингловой игре. Да, ставишь, скирмидж, и настраиваешь, и делаешь там разные настройки ползунками, и там количество врагов, там уровень, и все дела. Скирмидж-мод, кажется. Да, кажется, скирмидж. Прям помню. 20 плюс лет прошло. Скирмидж, да. Еееее. Это реально 24 года где-то с того момента, когда я последний раз запускал. Ох, слушайте, а может реально сделаем серию по... Люди, которые ждут Готику, очень обрадуются. Ты слабашный, овчарки, мамонтех. Так, а что у нас по пушу? С одной стороны, подрезали финды, здесь вышек нет, ох. А почему такой тайминг странный? Ни одной вышки нет вообще. Обсидианка вообще плохо стоит, там ничего не восстанавливает, никому ничего не восстанавливает. Подвел поближе. Здесь надо этих ополченцев фокусить, они в отличие от... Да, в ФЗ в этот раз гораздо круче начал. Обсидианка назад, взорвался. Футмен просто от пролетевшей новой. Интересно, как там... Да, добил Футмена последним выстрелом. Очень красиво сейчас. В ФЗ как будто собрался. Подлечил, никого не отдал, все хорошо. Перегруппировывается, Т3. Очень четенько сейчас отыгрывает. И у Чемика колоссальные проблемы из-за всего этого Хараса, из-за убитых рабочих, проблемы с лесом. 600, 650 и... 40-40 дерева у него на руках. Бобра, принято. Age of Empires тоже любили. Ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла. Как там этот говорил, прист? Опять же, сражения, рыбалки, фермы. Компании там классные. Причем местами очень сложные были для своего времени. Age of Empires, когда мы мелкие играли в него, это было реально сложными местами. Ну, то есть, без сейвов, вот и до, мы не проходили. Ну, мелкие были. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Да-да-да, что-то такое. Чудеса света. Замки. Вообще, это время было... Такое количество стратегий вышло на протяжении там пары-тройки лет, прям которые высочайшего были уровня. То есть, вот как раз в 95-97-й года. В этот же промежуток все это повыходило, да? Там можно с десяток стратегий вспомнить, такие, которые... Я 6 часов одну миссию проходил, говорит. Они сейчас сложные, они добавили сложность, получили... Звучит как челлендж. Так, Гравди сразу скинул на ла-ла-ла-ла-ла. Извините. Что ж ты делаешь? Я думал, там... Гравди, ну, не вовремя совсем. Думал, каратенчик, это на 2 минуты ролик какой-то. Идет стандартный пуш от ВФЗ, да? Сейчас в РТС не играет. Сейчас по количеству играют так же в РТС, как раньше, я уверен. Просто сейчас количество игроков вышло и сместились приоритеты компаний на... Ну, ориентация на другую аудиторию. Мобильные версии, батл-рояли, карточки. Чтобы охватить как можно большую аудиторию, естественно. Это тогда игрок должен был страдать. Сейчас он должен получить удовольствие и платить. Так. Да, у Чеймика... Он все еще не решил проблемы с лесом. Вот у него, как и было, там один в десяти, так и осталось. Пролетает, пытается, пытается фокуснуть... Фокуснуть вышку, убивает одну арканку. Витер говорит, Михаил, Чамандр, около года смотрю серию XCOM 2, уже на 55-й части трансляции, остросюжетный сериал про спасение Земли. Собираешься ли ты спасать Землю еще раз? Увидим ли мы снова знаменитого тактика стратега на поле боя? Ой, спасибо. Витарам. Тебе за поддержку. Вот мы смотрим Warcraft, а кто-то там не осилил еще Long War. Хороший, кстати, молоток. Пока не планирую. Химера-скват мы решили не играть, потому что он довольно... Ну, низкие оценки получил от товарищей. Вот. Но... Приятного просмотра, в общем. Там самое интересное еще впереди. Странная очень заливка. Почему не Mineral Line заливает? Ну, не этот Gold Line, как он называется-то здесь. Неужели настолько важен магазин? Видимо, важен. Можно зайти типа внутрь после этого, да. Видимо, поэтому... Ну, это очень похоже на 1-1. Во-первых, потому что в FZ 60. Но Чаймика не решил проблему с лесом. То есть вот после этих стартовых траблов все никак не настроил нужного количества рабочих. То есть всегда экономил, экономил, экономил. В результате вот такая вот орава. У него на руках косарик. И последний шанс, который обычно хуманы пытаются... Ну, последнюю карту, которую пытаются в такой ситуации разыграть. Это отдают эксп и идут крипятся. И пытаются отстроить хоть какой-то лимит на заработанные экспандом деньги. И это будет одна попытка, можно сказать. Иногда, если особенно там еле-еле там... Андетт с боем пробивает, но уже понятно, что он пробил, но у тебя есть буфер по ресурсам, но герои не сильно отличаются, то иногда даже такие игры выруливаются, потому что там выходит паладин, его подтягивают до второго, МК до третьего. Но здесь другая ситуация. Здесь колоссальный отрыв в 20 лимита. И все еще проблема с... Ну, с лимитом, с золотом и лесом. То есть у него косарик, а толку нет. Пытается выбить артефакт. Еще пересматриваю периодически стрима Подарк из Дэнджин. Очень классное прохождение получилось. Блин, а у меня память такая же, что я не помню уже. Я помню Дэнджин, я помню, какие у нас там были местами сложности, атмосфера была классная, изейшая, темнейшая. Да, на ютубе это все в истории останется. Столько прохождений классных, старых игрушек и новых. Что-то останется после меня. Ответственность повышается. Надо лучше комментировать, надо лучше играть, чтобы было интереснее смотреть. Хорошо тоже крепится в ФЗ. Он быстрее даже крепится, чем Чай, потому что у него лимита больше. Соответственно, дамага больше, он точки крепит быстрее. Плюс не стоит забывать, что там вторая аура, и он банально бегает между точками быстрее. Поэтому даже тот факт, что сейчас Чаймика крепится, он не... Единственное, что у него хорошо, это то, что он сидит на 50-ми. Мута-кенни, как-то. Honestly, the fact that WFZ is letting Чаймика creep so much is a big tactical error. You have absolute map control. You should not be allowing this. Yeah. But he's already on the other side of the map. Imagine you run across the map and you get there when he just finished the big camp and then he just TPs out and then he runs to the fountain that maybe you could have done yourself. Угу. Я думаю, это нормально, потому что, так как он достигает 70-80 в себе, потому что он достигает уровня героев, он будет хорошо. Ладно. Мне кажется, это очень тяжелый выбор, я не знаю. Для меня это не так сильно черно-блако-блако, как я должен был идти через мапу и боролся. Они разминулись немного, не знаю, увидел ли кто про... Ну, вертолеты видели точно, Андей, да. Успеет он забрать или не успеет? Архмага специально отводит для того, чтобы был третий Маутен Кинг, вынужден телепортироваться, потому что здесь можно отлететь. И новый добивает, но третий МК все равно получается. Нова точно влетела в одного из гнолов, но там кроме этого гнола еще кто-то умирал. Рабочие выходят, два косаря у Чаи. Когда он будет выходить из лимита, интересно. Он понял, что ему нужно халявить просто по полной программе. То есть скрипится и сидеть на лимите 50. Тогда он может построить сопоставимый лимит. Ооо, сейчас плохой момент, потому что конь в сетке. Минус конь, третий пит лорд. Ооо, троллей очень много в этой сегодня нам напортили. Так, 70 на 70. 51 дон. Он сейчас дозаказался. А, он... нет. А куда он... две тысячи денег-то? Три грейда в очереди. Что? Сейчас деньги вернутся, смотрите. Тык-тык-тык. Что? О, вернулись. Да я уже думал, что... Нет, грейды... Если у вас заказ на миллион грейдов и здание рушится, вам эти деньги возвращаются. Это точно. Я на секунду, конечно, засомневался, потому что в определенный момент на карте вроде не увидел Blacksmith'а и не увидел, что вернулся лес. И как-то мало вернулось, если честно. Может быть, дело в том, что он по одному отменял и при этом дозаказывал, скорее всего, так. Что там должно было вернуться ситуативно, 250 плюс леса ему, сразу. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ладно, ладно. Пошла АМШ. Вот АМШ, как в оригинале выглядит. АМШ и есть АМШ. Да, всё понятно. Зелёное всё, менее ядовитое, чем в оригинале, но всё понятно. Они с Тоддом играли. Мы тут играли с Муном, и псы были, и каждый раз, когда он Черепаху убивал, там не было артефакта, и он спрашивал, что это за баг такой, может, карта не так. Он говорит, да, это баг. А на самом деле у него Демон Хантер в инвизи тырил артефакты. Неплохо. Быстрая рука. Всё равно маловато опять на руках косарик. Иллюзия, иллюзия, иллюзия. Да ладно, Чаймико здесь может ещё выиграть. Он выигрывает. Ладно, не совсем. Минус конь. Четвёртый уровень. Паладина нюкают. Паладин, ну, а инвул. Диван есть, но... Ладно, не выигрывает. Хотя ДК, ДК, ДК инвул. Сейчас Палыч может умереть. Сейчас отпустят Палыча, и уже надо будет что-то делать. Он пытается... А, не, уходит, нормально. Сейчас Палыч! Ой, 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 так же было же очевидно. Не, начало было хорошее, разменивался классным. Единственная проблема, опять же, почему так и не удалось Чаймико потратить косарик, который был на тот момент у него тоже на руках. Элемент поддержал, говорит, да, прохождение амнезии не было топ, недавно посмотрел. Страшно. О, Трутница, да? Это же из-за амнезии. Нет, 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 нет. Трутницы нам путь делали проще, наверное. Да, да, да. Трутница. Ты серьезный? WZ is about to block castle this nerd, man. Да, но, я имею в виду... Чаймико... ...поставить какие-то крутые движения... Диктор Ноба спрашивает, где Смайл банки... ...банки Димаги. Я знаю, может, на канале у Димаги еще остался. Да, да, да. Да, да, да. Он сделал это раньше. Да, да. Чаймико не сделал это против 120? Опять сидит Чаймико на 50 лимит. Но на карте не осталось больше нейтралов. Он может, в общем-то, сидеть за этими, за вышками. Хотя, когда у противника 70, да не может сидеть за вышками. Палычу в любом случае нужно дожидаться. Мортира стоит просто впереди. Не понимаю. Пятый ДК. Четвертый Лич. Там тоже не так плохо. 4-3-3. Сопоставим. Ооо, такой... Ой, там нечего спасать. Бутылка передал, да, кажется? Так он сейчас все равно умрет. Если бы побежал за ним, то умер. Убил бы. Да, добивает, кажется. Палыч выходит, а тот уже просто ад. Вертолеты на земле. Жуки зеленые. Архмак кричит, подлечи меня. Гега. Ну, это 1-1. Для нас это хорошо, потому что если ВФЗ выиграет в результате серию, то именно он будет завтра играть с Фогичем за выход из группы. А Фогич, напомню, в полуфинале верхней сетки обыграл WFZ со счетом 2-0. Так что нам это на руку. Ай-яй-яй. Да. 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 Было так давно. У меня микрофон был другой. И кажется, это была другая даже квартира. Дикожа Алекс Лорда вспомнилась. Да, да. Икс Лорд. Икс Лорд, Икс Лорд. ВФА будет сразу или будет перерыв? Ну, я думаю, что будет перерыв такой же небольшой, минут 10. Я даже стрим не буду отключать. Вот. Дико извиняюсь, во сколько завтра стрим начнется? Скорее всего, также в час. Нам показывают... Кстати, слушайте, я сейчас пойду попрошу свою благоверную еду приготовить. Потому что явно последняя карта осталась, правильно? Так что самое время. Мне кажется, если вы выделите униуэта для бороться, то не получите вагганс. Но если вы сделаете вагганс для контроля танков, то все будет уничтожить дамаг. То есть вы станут обучать униуэта для борется. В общем, в действии, туман, танк просто теряется сил. Проблема, ты нерестный запрещук. Когда тыshopped Т3, ты уникалlek права и не перестал катку. В большинстве случаев... В принципе, в АЗ, ты мог бы играть танк. Но на АЗ, ты мог бы играть много. Так, было питерское трио, а был ли друг, Хуман, друг у вас? Хуман. Какое-то время был Бигман, ИЦЕ, ой, неЦЕ, Бигман, я помню второго Хумана в М19, а дальше... Блин, кто же был у нас там хороший? Кто был Хуман в Питере? Я помню, что Алекс из Пскова приезжал на отборочный, как правило, он претендовал за Альянс, когда кто играл... Но был, 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 был точно Хуман какой-то... Пипс, кажется, Альянс ставил периодически, но это было такое... Нет, кто-то из гвардии уровня Рейнджера за Альянс играл... Ну понятно, что Рейнджер Андетт... Кто? Кто Хуман? Ну там был импас, но он играл не так много и не так сильно. Кроваджо, это, конечно же, из Москвы, доллар... Да нет, я и... Бигман, Биггер, но Биггер же вроде не из Питера. Хулиган, тоже Москва. Ну, в смысле, не Москва, а где-то там недалеко. Вопрос был про Питер. Про Питер. Кейм пробыл. Он вообще из Ижевска. Опять повторю, что он... Адвокат откуда? Адвокат! Из Москвы. Очень сильно определило начало игры. Что в первый, что в второй. В первый идеально поставленный экспант от Чаймика без какого-либо харасса и все. Все идет ровненько у него, то есть там... А во второй, харасс там, подпуш здесь, и в результате ты сидишь без леса и ничего не можешь сделать. Да. Я имею в виду, он счастлив, наверное. Но, потому что пинг и эти условия не хотели. Поэтому мы должны ждать, пока Питер ГЛ. Нет, караваджо был... М19, это просто компьютерный клуб, известный в Питере. То есть это не был такой клан, в котором играли люди из других городов или из других стран. У кейсеров та же самая тема была. То есть все питерские ребята. Ну, новые М19, которые, кажется, уже закрылись. Пару-тройку лет проработав. Они, да, уже типа клан-тек использовали и развивались. Ну, поехали. Крепинг. Там ДК побежал сразу же на харасс. И Акалит ломает ящики. Да, да, когти хороши. Хм, не побежал сразу. Видите, харассить, а... Он с Мурлоков решил начать. Я не люблю это. Это значит, что если он не попадет курили, чтобы убрать последние удары, он будет далеко не подойдет. Да, здесь Крепинг пободрее идет, потому что есть алиментали еще с дополнительным уроном. Да и футмены помогают. Угу. До второго уровня со скелетами будет пытаться скрипиться. И очень-очень плохой тайминг для ВФЗ, да, этого криппинга. То есть Акалит увидел поздно. ДК уже был в процессе криппинга. В результате он вообще никого не добил Кайлома. Здесь Огро можно добить хорошо. И в результате... Да, да, да. В результате там Архмаг почти третий. Ты, да, получишь второй уровень, но без какого-либо харасса. Понимаете, там сейчас база будет делаться опять. Угу. Да, да. Все, и тут строительство идет вовсю. Осталось только Архмагу где-то добрать вот эти вот 0,2 экспы. Может быть на скелетах, тем более что их сложновато контролить. Вот, начинает уже убивать. И... Минус один. Футмен один был не в группе явно. Ополченцы довольно... Ну, вовремя пришли. Минус один, правда. Минус скелет. Сейчас Архмаг должен уже к третьему идти, да? А почему... А, 2,9 уже вон. Так. Ну, он умрет, этот Футмен, конечно же. Попытка шахту убрать. Ну, вообще нет ничего криминального в этом характере. Три человека это не так много. Не достаточно все равно. Да, да, точно, да? Три пассеты, немного дамага от ДК, но не слишком много. То есть их это устраивает, судя по всему. Тот молчит. Тот молчит. Залез старый виден на ГГ-канал, а там сокол десятилетней давности. Да, это 2008 год. Сокол такой молодой. Ну, он прошел отборочный, национальный у себя там выиграл, прилетел на финал. Брюс еще не побрился на лысо, потому что еще не вышел из группы и не играл с Джей Донгом. Это Кёльн, Кёльн. Прохлада я, сука, такой довольный. Да, класс. Там столько, конечно, эксклюзивов можно нарыть. Позитивного на ГГ, наверное, на канале на этом. Так, ну, кто там выходит? Показали вроде героя. Показывали же героя? Убрали. Да, Лича. У них как-то все вручную, кажется. Надеюсь, они и опыт не вручную вводят. А то речевка, я видел, что она доделалась, потом убрался весь оверлей слева с героями и появился Лич. Гравди поддержал каждый раз, когда питерский АМ кастовал Близзард, выпадал слякоть. Паладин в последний раз видел свет два года назад, как работает в таких словах, да и танки вечно на мостах топят. Спасибо тебе за саппорт, но я не понял. Хорошо, Гравди. Гравди готовится к Банхаммер Капу, там уже призовой 40 тысяч рублей. Да, кстати, если вы играете хорошо в Warcraft за разные расы, то помните, что первого числа на Гудгейме будет турнир. Вот Гравди как раз организовывает, называется Банхаммер Кап, где и вы, и ваш противник можете забанить любую расу, чтобы противник не играл какой-то определенный. Питер на лучшее место для Хоуна. Витти и Вата. Начало третьей игры, что-то среднее между первой и второй. И не идеально поставил эксп, ну и не отвратительно. Были потери, но в целом... Так, циклон. Ай Спарта говорит, я слишком хорошо играю, чтобы опускаться до плебейских турниров. Ну, слева подопри. Мы же болеем за ВФЗ, да, правильно? Шикарно, конечно, реализуется циклон. Герой летает достаточно долго для того, чтобы... То есть, эту точку нужно крепить в том случае, если вы доминируете на... Ну, в определенный этап игры. То есть, для того, чтобы как раз избавляться от вражеских героев, разводить на телепорт и прекращать там всяческий харасс. Ой, какой Коэлл не своевременный первый. Он рассчитывал, что больше урона нейтралы нанесут, но они не справились. Так, Касл делается. МК тоже готовится, тут вышка-вышка-вышка новая. Тот говорит о том, что неправильно поставлены вышки, что вот эти вот вышки на экспанде, которые две слева, в них мало смысла, что они не будут доставать, но... Возможно, подготовка поддистров, типа, чтобы не ставить слишком близко, чтобы сплэш работал хуже. Посмотрим. Уже в который раз просто в ВФЗ именно подпушивает с тремя дистрами, так полуалынова с маной с дистрами. Поэтому, если вышки ставить плотненько, то сплэш и... Так. Даже не знаю, с какой стороны подступиться, потому что вот эти вот две магические вышки, они очень быстро охладят пита. Очень быстро. Да, он не хочет, он опять магазин хочет взять. И вот сейчас он уже можно заливать. Заливать магазин вместе с рабочими. О, видели? Не стал сразу стрелять, потому что Mountain King был рядышком и был готов закидывать молоток. И он как раз для этого туда и пришел. Класс! ВФЗ действует очень грамотно. И он реально не стал кставать. Он пришел на позицию и смотрел... Сначала профокусил Mountain King, который вынужден подойти поближе для того, чтобы законтрить. Вторая заливка уже болезненна для многих рабочих. Вынужден брать самых здоровых из оставшихся. Двух. Минус магаз. Соответственно, нам нужен став, нам нужна арба, шоп нужно перестраивать, безусловно. Да нет, там, конечно, второй койл. Угу. Слева гвардовские вышки, тот говорит, не работают, не работают эти вышки. Далековато поставлены. Они, по крайней мере, могли быть поставлены между Магическими и Магазином. Ой, какая заливка! Посмотрите, минус 2 раба, минус 3 раба и минус 4 раба. Один может догореть еще. Нет, не догорел, но был очень близко. Да, похоже, ВФЗ, как нам и выгодно, прорывается и убивает чаю. После первой игры я не мог предположить, что вот так вот можно будет сравнительно легко повторить успех. В смысле, не повторить успех. Так, арканочки, да, минус. У Пита пока сплэша нет, но он скоро... Койл хорошо спасает Дестройера, Дестройер еще высасывает... Ну, дисплей это элементария тоже подтягивает здоровье и ману. Да, и стоит вспомнить про то, что бутылка маны выпала Деке. И несмотря на то, что уже должна была бы мана закончиться, он продолжает кайлить, у него все еще... Сейчас можно Архмага... Да, он поднимает паладин и убивает Архмага за счет... Ооо, Койл. Красиво. Циклон, видите, как хорошо может работать. Как Сайланс, только более длительный, так скажем. Да и... Справа должен был перестроить, конечно. Ооо, сейчас опять... Да, очень грамотно подрезает. Видите, подошел, сделал сетку. Угу. Контридестройеров нечем. 50 лимита на 60. Ай, минус первый финт. Но в целом, он подрезал футмена, подрезал пару вертолетиков и... Экспант нормально уже не работает, как вы видите. Там гора просто трупов рабочих. Да, обсидянки-то работают. Есть уже Койл. Там уже 80 плюс у него маны. Да, да, надо вырываться и пытаться... Но там даже запаса по золоту нет. Посмотрите, у Чемико справа наверху. 51 лимит и 100 золота на руках. И при этом второй эксп... Ну, в смысле, вторая база не работает. Еще одна заливка, там двое рабочих еле-еле убежали. Чинить довольно с... Ну, опасно для жизни, на самом деле. Лича пытается фокуснуть. Койл. Ну, там инвола нет, кажется. Это минус Лич. Минус Лич, минус Лич. Но минус Палыч, правда. Так что... 47-55. Питлорд со сплэшем, как вы видите, очень хорошо отрезает брейкеров. Обсидианки работают, Питлорд живой. Правда, нет Койла, но... Чтобы спокойнее Питлордом танковать. Но рабочие, опять же, они не просто не добывают на экспанде. Они тратят деньги на починку. Угу. Очень много... Да, если сейчас болезнь будет, то сплбрекеры очень сильно будут терпеть. Одного. Тем более двух обомов вполне хватит для... Ох, заливка еще одна. Минус пара рабов. Там, кажется, даже минус три раба было синхронно. Что их, кажется, до этого было пять. Финт не уходит, но в целом падает еще один брейкер. Начинают болеть. Все начинают болеть и тикать по... Ополченцы тоже зря прибегают, потому что их заразить не составит никакого труда. Питлорд уже третий. Интересно, он сплэш возьмет второй или все-таки заливку? Вторую заливку взял. Фокус по коню. Ну, коня спасают с Таффом. В целом еще, правда, минус один. Ой, заливка какая хорошая! Ну, почти. Зачем-то возвращаются еще рабочие. Один погиб даже при этом. Ну, пара сплбрекеров минус на пару финдов, при том, что экспант не отбит. Чимика в... Ну, в ситуации не... Почти в невытаскиваемой. Если подойдет еще Лич, а он уже, я вижу, подходит прямо к основной армии, это будет уже все. У Лича почти третий. Арбапри возвращается в игру. Фокус на Маутон Кинга, его пытаются увеличить, но он все равно умирает от Койла. Дестройер очень бит и его очень хорошо контроливает в ФЗ. Даже почти спас Финда. Закупкой. Спас Дестра. Спас Финда. И остается там погорелый экспант с двумя оббитыми рабочими. Это не серьезно вообще. Отлично. Все по плану, друзья. Значит, завтра у нас в ФЗ играет с Фогичем. Болеем за Фогича, чтобы он вышел хоть и со второго места, но вышел из группы. Будем надеяться, будем болеть, что Фогич справится, как справился в прошлый раз. Да, можно тыкнуть в экспант на самом деле и прожить ТП, но ему даже не обязательно... Да, его тут значительно больше. 40 лимита на 60. И первый МК с первым паладином против 3-3 Лича и Пита. Даже Архмак проигрывает целый уровень. Лича окружают, передают ему инвул. И пока он будет сам 7 секунд стоять под инвулом и под форстом армором упадет паладин... Нет, паладин... Ну, да, стафают его. Но, тем не менее, здесь Лич выбирается из окружения. Падает еще один брейкер. Не сдается Чимико. Но это... Он вылетает просто с турнира после этого матча, если проигрывает. Но он проигрывает. Но он вылетает. Не хочет просто... Старается, старается. Минус эксп. 13 леса. Архмак минус. Это ГГ. Вот это уже ГГ. ГГ пишет Чимико. Но... День, конечно, тяжелый. И Хлорд проиграл. И Фогич проиграл.